В оркестре Пермского оперного театра на днях появился новый музыкальный инструмент, чье название в переводе с итальянского означает «небесный». Это «челесто». Первым из российских композиторов ее открыл Петр Чайковский. Следом за ним другие знаменитые маэстро оценили возможности клавишно-ударного инструмента. Его можно услышать и в современной музыке. Крустальное звучание «Челесты». Этот инструмент композиторы включали в партитуры произведений, когда нужно было обозначить тему детства, волшебства или ожидания праздника. Когда Петр Чайковский впервые услышал «Челесту» в Париже, он решил, что именно она украсит балет «Щелкунчик». Инструмент звучит в сцене танца «Феи Драже», который должен был напоминать падение капель воды в фонтанах. По словам музыковедов, Челеста относительно молода. Появилась она во Франции почти полтора столетия назад. Звук здесь извлекается ударами молоточков по стальным пластинам. В оркестре Пермского оперного театра клавишно-ударный инструмент появился несколько недель назад. На днях его, что называется, ввели в коллектив. До того нам приходилось каждый раз как-то выкручиваться, брать инструмент в аренду, например, в Екатеринбурге, где нам его любезно давали, но мы не всегда могли с ними разойтись по расписанию. Иногда привозили из Москвы и так далее. Вот, наконец-то у нас есть действительно своя челеста, совершенно замечательный инструмент. Никита Лебедев поясняет, челесту изготовили специалисты германской компании «Кольберг». Инструмент этот стационарный, на гастроли его не повезут. Ему требуются особые условия содержания. Требующий трепетного обращения к себе инструмент, с одной стороны, с другой стороны, его очень сложно ремонтировать в силу как бы специфики конструкции. Но «Кольберг», насколько мы знаем, всегда делает очень надежный инструмент, и мы надеемся, что он прослужит нашему театру еще много лет. Тем более, что произведений, где звучит челеста, достаточно много. К примеру, Дмитрий Шостакович использовал хрустальное звучание в нескольких симфониях. Сергей Прокофьев включил инструмент в музыку к балету «Золушка». Инструмент теперь будет звучать регулярно, обещают театры.